Привет! Меня зовут Эльдар Смаген и сегодня мы поговорим о конец эпохии динозавров. Ну вот, доказательства на юг. Да нет, в такой стране, вроде бы, в горах до сих пор находят фрагменты большого метеорита, который слог, ну, сейчас с землей и химический сустав дает слог, столкновение с крупным космическим телом. Понимаете? И сейчас на арене, короче, катастрофа. Если бы не произошла большая катастрофа, то, возможно, динозавры дожили до наших веков. То есть, там, не бы дожили до нашего века, 21-го. И сейчас я вам расскажу о очень интересном динозавре, который сегомолох. Он такой необычный. Ну ладно, название динозавра переводится как Рогатый дьявол или Толстоголовый. Такое имя он получил из-за необычных толстых костей, терепа и головы, покрытых большим количеством небольших рогов. Ну, я вам рассказала. Ох, вес 80 килограммов, он весит столько. А питание творогоядное, он был такой. Обычная территория Северная Америка. Да, была Северная Америка. Время 115-108 миллионов лет назад. Ого, как много. А они умерли. Сейчас посмотрим, когда. Умерли 65 миллионов лет назад. Так давно, а он так долго жил. Сейчас мы посмотрим, чем же питаются крокодилы. Правильно, игуанами. А игуаны, а они чем питаются? Хотя и крокодилы еще и газелями питаются. Кто силь, кто слабее и медленнее, того и цап-цап. Кто быстрее и сильнее, того и цап-цап. Ха, как говорится. Ну, мне это папа сказал. Моего папу зовут Андрей Иванович. Смагин. Ведь я Смагин, я Андрей Иванович. Ха, как вы говорите, отдали. Ха. И, кстати, питом питается тоже хамелеонами, грызунами. А это ведь и змеи хамелеонами тоже и ящерцами. Тут такой круговорот как бы. Ну, ладно. О, а я, ах, 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 насекомых я хочу вам кое-что рассказать если рецептается улитками никому не рассказывайте это секрет серьезно секрет мама если расскажете сразу пишите в чате не пить с половиной он не лайки ставьте а не дизлайки тем больше лайков тем лучше помогите пережить суровый карантин грызу мы питаются насекомые хамелеон и пицца питаются насекомыми ясерцы питаются насекомыми так и ящерицы еще пытаются улитками хамелеоны питаются тоже улитками и насекомыми я вам рассказывал что хамелеоны питаются насекомыми нет да вот рассказал а хамелеоны питаются улитками ха ха я говорил справа да да так игуаны небольшие птицы ну я вам рассказал вроде весь этот говорот и так я о я читал про морских черепаху самое главное черепахи под опасность нет не подвергайте их опасности короче их змейшие враги морские черепахи часто попадают в рыбовные сети или на крючки не имея возможности выбраться на сушу они погибают от удушья не надо рыбачить например у океан не надо рыбачить там же морские черепахи не надо кстати безопасные крючки есть же и безопасные крючки использование загрубленных рыболовных крючков снижает риск их заглатывания черепахами вот пользуйтесь такими крючками нужно не надо рыбачить у океана подвергайте их опасности рыбачите не в океане а где-нибудь там где-то рыбачьи живут да а где они живут в океане ну когда просто рыбачите озеро там ловите там рыбак ну вот в океане где они живут там не рыбачьи там плохо рыбачить там ну там все рыбачьи океане океана океана Продолжение следует...